Подполковник царской армии, натуралист, путешественник, этнограф, писатель-гуманист, популяризатор науки, исследователь Дальнего Востока, член Российского географического общества, почетный член Вашингтонского национального и британского королевского географических обществ Владимир Клавдевич Арсеньев. Владимир Арсеньев родился 10 сентября 1872 года в Петербурге. Его отец Клавдий Арсеньев был выходцем из Тверских крепостных, дослужился до заведующего движением Московской окружной железной дороги и был удостоен почетного звания потомственного гражданина Санкт-Петербурга. Сам Владимир закончил двухгодичное юнкерское училище, занимался самообразованием в области естественных и исторических наук и стал разносторонним исследователем. После училища Арсеньев поступил на военную службу, которой отдал 20 лет. Сначала в Новочеркасском, позднее в Волонецком полку. В 1900 году в звании поручика добился перевода в первый Владивостокский крепостной пехотный полк. Любовь к Дальнему Востоку привил ему один из преподавателей юнкерского училища, известный путешественник Михаил Ефимович Грум-Грыжевайлов. С этого времени начались экскурсии по Уссурийскому краю. Озеро Ханка, река Суйфун, залив Пассиет, где он занимался археологическими раскопками. В 1903 году Арсеньев стал членом Общества изучения Амурского края. Сотрудничал с Хабаровским краеведческим музеем имени Николая Ивановича Городякова. Был членом Императорского русского географического общества Ирга, а с 1909 года был избран его действительным членом. Как участник русско-японской войны Арсеньев был удостоен нескольких военных наград. Исследователь предпринял множество экспедиций с целью изучения территории и населения Дальнего Востока. Так, в 1906-1910 годах состояли знаменитые географическими и этнографическими исследованиями Сихоты-Оленьские экспедиции. К этому времени относится встреча Арсеньева с Гольдом-проводником Дерсу Узала, которому он посвятил одно из своих литературных произведений. Деятельность исследователя-краеведа во время этих и последующих экспедиций была разносторонней. Метеорологические наблюдения, топографическая съемка местности, составление карт, сбор этнографических материалов, сведения о фауне, флоре, горных породах, а также в области орнитологии, гидрологии, геологии, ведения статистики. Не оставалось без внимания и музейное дело. Он побывал на реках Тадуши и Ман в бухте Тернее на побережье Татарского пролива. За экспедицию в 1906 году Владимир Арсеньев был награжден орденом святого Владимира IV степени и чином подполковника, а за поездку на Сихот и Олень в 1907 году орденом святого Станислава II степени. Экспедиция в Уссурийском крае проходила при поддержке Преамурского отделения Иргу. В 1910 году Арсеньев за выдающуюся собирательскую деятельность в области археологии и этнографии Уссурийского края был избран директором Хабаровского краеведческого музея имени Николая Ивановича Градекова и назначен штаб с капитаном, а позднее подполковником. В 1910-1916 годах Арсеньев находился на службе в администрации генерал-губернатора Николая Львовича Гондатти при главном управлении землеустройства и переселении в звании штаб с офицера и в 1911-1913 годах провел секретные экспедиции против китайских хунхузов и браконьеров в Уссурийском крае. При временном правительстве Арсеньев был назначен комиссаром по делам туземных народностей Преамурского края. В мае 1917 года за заслуги в области собирательской деятельности, этнографии и археологии на Дальнем Востоке Арсеньев стал первым лауреатом премии Михаила Винюкова. В 1918 году Арсеньев переехал во Владивосток и получил должность младшего инспектора рыболовства управления рыболовными промыслами. Одновременно преподавал в педагогическом институте на кафедре географии и этнографии. Здесь он получил звание профессора. С 1919 по 1922 год Владимир Клавдевич работал во Владивостокском народном университете. С 1921 по 1924 год занимал должность заведующего этнографическим отделом музея при обществе изучения Амурского края. В 1922 году Арсеньев принял участие в Охотско-Камчатской экспедиции. В 1923 году побывал на Командорских островах. В 1926 году был членом Анюйской экспедиции. В 1930 году Арсеньев был назначен начальником Бюро экономических изысканий новой железнодорожной магистрали при Уссурийской железной дороге. 4 сентября того же года он умер от паралича сердца в результате воспаления легких. Был похоронен на военном кладбище Владивостока. Позже в связи с его ликвидацией в 1954 году перезахоронен на морском кладбище. Более 30 лет Арсеньев изучал быту культуру коренного населения Уссурийского края на найцев, арачей и удыгейцев. Он пополнил этнографические и археологические коллекции многих музеев Дальнего Востока России. В музее истории Дальнего Востока имени Владимира Клавдевича Арсеньева хранится 76 вещей, собранных Арсеньевым по этнографии нанайцев, удыгейцев и арачей, и включающих предметы охоты, рыболовства, утвари, предметы быта, одежды и верований, а также фотографии и фотоальбом. Как писатель, Владимир Клавдевич Арсеньев известен многими своими книгами. Наиболее известный по Уссурийскому краю и Дерсу Узала, повествующий об экспедициях в горах Сихоте-Алиня, о встречах с местным населением нанайцами, арачами и удыгейцами. В этих книгах содержится много этнографического материала, описания быта охотников, шаманских мольбищ и шаманских камланий. Изображение идола, в котором поклонялись местные жители. По книге Дерсу Узала, снискавшейся большую популярность, поставлено два фильма – российский в 1965 году и японский режиссера Акиры Курасавы с Юрием Соломиным, сыгравшим главную роль Владимира Клавдевича Арсеньева. В архиве хранятся дневники экспедиций Владимира Арсеньева с богатым этнографическим и естественно-научным материалом, которые ждут своей публикации. Кроме литературных произведений, Арсеньев писал научные труды, посвященные археологии, китайским охотникам, культуре удыгейцев и шаманства. После смерти ученого-путешественника было издано шеститонное собрание его сочинений. На Дальнем Востоке имени Владимира Клавдевича Арсеньева назван город в Приморье. На этом наша программа завершается. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова